Все, давайте начнем. На все не случится, меня зовут Максим. Я здесь, как знатный, любитель всякого денисового, нерабочего, телефонного. И сегодня мы продолжим данную же время. Первый вопрос, который у меня есть ко всем, кто прочитал, действительно это достаточно brave enough, чтобы пришел сегодня с телефонкой, Ленцовская, и хочет ее прошить. Вдруг кто-то изменил свое мнение. Нет, ты ведаешь, Макс, в самом речке у тебя одна проблема, не просто его телефон купить. Так я прошу. На всякий случай, пока вы думаете, возможно, с собой что-то думают, возможно, рискнет, я на всякий случай с собой взял образы для этих четырех устройств. Телефон, планшет, который достаточно популярный, 10-дюймовый, старый галактик. Сразу уточняю, для всех этих четырех устройств у меня есть, как версии Ubuntu, так и стоковые в фирмваре Android, чтобы это было залить обратно. Я вчера очень сильно облажался, во время подготовки данного мероприятия, я залил себе в Ubuntu, потом понял, что я очень хочу ее отходить. Ну, как бы, у меня есть некоторый функционал, который мне необходим был, ну, в котором я привык. Вот, и понял, что, оказывается, делая бэкап полный на Android, там, да, с помощью ADB, он не делает бэкап самой фирмваре, и как-то его недостаточно для восстановления. Вот, там где зашелся телефона на пол дня. Первый зарешенный урок, вообще говоря, там, куда покупаете устройство, убедитесь, что у вас в офлайне доступны средства для его восстановления. Вот, оказалось, что просто. На самом деле, презентация на этом заканчивается, больше стоит. Вы попытались, ну, во-первых, я вот сюда приехал, успел быстренько прошить себе, оно работает. Кто-нибудь есть, у кого мой телефон? Позвоните мне, у кого есть мой номер. Вы что, это главный тест, да? Вы опять будете говорить, опять Макс с Линуксом звоните, все умеет, кроме как звонить. Сейчас будет до сопака. Я надеюсь, хоть кто от этого звонится. Макс, у тебя занято. Нет, я не верю, разговариваю. Да? Решусь. Я сам еще какого приложения. Да, сейчас вот как раз об этом. Я отмотаю. Вот, 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 как я только что... Абонент занят. Увы. Абонент занят. Мне кто-то позвонил. Алло, алло. Вы счастливчик. Я, наверное, что-то не понажал. Попробовать еще раз? Да. Я вам дозвоню, что мы с вами. У нас здесь. До мной еще по первой кнопке, как говорится. Да. А у меня в Линдэе почему-то... У меня какой-то номер на 241 у кого заканчивается. 42, 41, я имею в виду. Да, он. А вот интересно, куда вообще звоню тогда я? Меня слышно? С кем разговаривали? 279, 46, 03. Максим, это вообще ты или нет? 279, 46, 03, да, я. Странно. Длины идут. Раз, два, три. Ну, попробуй что-нибудь сказать. А, вторая линия, скорее всего. Я с тобой говорю, но ничего не такого педра. Ладно. Должен. У меня-то вся не случилась на Эксус 4. У него я залил. Не, можно с другой телефона тоже попробовать. Так вот, я пробую, Макс. Столько, 20, а потом можно. Пока вы запомните. Макс, там, скорее всего, вторая линия у тебя включена. Да. Потому что вон Костюк звонит постоянно. И вот типа как ты ждет, пока ты снимешь. Посмотри, там есть такая? Не знаю. Попробуй еще раз. Сейчас мы все это будем смотреть. Подождите секунды. Итак, по порядку. Первый ответ, на самом деле, вот утилита, которая всем этим занимается. Пхаблет. Да, пхаблеттулс. Сейчас попытаюсь это... Я, пожалуй, не буду пока терроризировать. А устанавливается она на инверсии? Вообще, пхаблеттулс, вот эта вот утилита, пхаблеттулс, она доступна, в первую очередь, для Ubuntu. Там оно скачивается скачивается, через PPA подключается, все работает сходу. Для остальных дистрибутивов я не знаю. Для Ubuntu я собрал Ubuntu, положил его в Sunrise. На самом деле, все это ерунда. Там эти фаблетулс, они достаточно автономные. Все, что им необходимо, это скачать эксайты, можно распаковать в Home. Написано на питоне, сразу запускаете. Единственное, что пару питомовских зависимостей может понадобиться. У нас возник вопрос, походу, что такое фаблеттулс? Не знаю, как это называют телефон. Ну, фаблет, это такой вот, наверное, полкануник придумал слово между таблет и телефон. PH как под фон, а аблет от таблет. Вот. Это лопата, к которой вы можете звонить. Хорошая определение. Ладно, с помощью этой штыки можно делать? Потому что она и будет, по-моему, как ты бейс. Работала у тебя основная операционная система, по имуществу или не будет. Как прокси или что-нибудь такое, уже и андроид. Список поддерживаемых устройств достаточно большой, неофициально, но у них... Когда вы сейчас поймете, увидите, что работает минус 4, сделайте, что там еще хуже. И оно будет не очень интересно. Так или иначе, ставится на достаточно много устройств. Но зависит от того, как вам повезет конкретно там. Если хотите побаловаться, лучше взять Nexos и то будет на половину работать. Готовое андроидовское ядро используют? Да. В Ubuntu используют следующий подход, что он использует не только андроидовское ядро, оно использует еще и андроидовский юзер-спейс. Low-level, middle-wire, который написан для андроидов на самом нижнем уровне. И поверх него уже выстраивается вся эта структура. Выкидывать андроид не получится, это не слово. Нет, ну ты выкидываешь все, что касается UI андроидовского, но некоторые там демоны, которые в андроиде заточены под игру типа AudioFinger, они остаются внутри. Андроидовские подсистемы, доступ к системе через ADB, ну, layout расположенного софта, опять же, гугловский стандартный. Вот сейчас вопрос, как бы внутреннее все адрес, ну, внутренняя флешка, скажем так, устройство делится там на несколько разделов, и пользователям доступен тот, который называется SDK, там на старте-система, дата-кэш и прочее. Вот я сейчас забэкапил свой андроид на виде архивчика на SDK, если сейчас это что-то ставится, и все собрется, или все-таки то, что... Я не знаю. Поэтому я сделал бэкап внешне, да? Все равно не прокатил. Нет, он прокатил, он восстановился, но... Я имею в виду, все-таки фермарев радует. Надо сначала восстановить фермарь, а потом уже бэкап восстанавливать. То есть это две большие разницы? Так, а про самые впечатления Ubuntu Touch... Подождите, сейчас, да, еще рано. Вот, соответственно, по порядку, по вопросу. Паблик Лэш, ну, ставит все эти тулы, она скачивает необходимые ей файлы. Типа вот, имейтштайни, да, вот я подделяю. А почему шрифты такие паскудные? Что? Язык вообще не перепалился. А почему шрифты такие паскудные? Потому что я включил 1024 на 768. Нет, верни в этом. Это злой трутай. Нет, потому что с ним все хорошо. Это добрый трутай. После скачивания начинает заливать. Заканчивается процесс полностью автоматизированный. За андроидом нужно только подтвердить. По датам перезагрузить. Он все делает автоматически. Буты перетирает, заливает рекамеры и прочие образы. Хорошо. Я хотел еще вот какой вопрос задать. Не знаю. В комплект Android 3DK входит две интересные утилиты. Она называется FASTBOOT. Интересно, с помощью FASTBOOT можно ли залить какой-то образ? На самом деле FASTBOOT это всего лишь фронтенд над FASTBOOT и ADB. То есть в принципе можно это сделать вручную, четко понимая, что вы делаете, вместо того, чтобы заниматься вот такими обучениями. Да, я с этим. План был в том, чтобы это увидеть. Хороший у вас план, товарищи. Коллеги, там за маленькой дверью. Если он и есть, то пользоваться я им не умею. Ну вот, соответственно, какой-то вот прямо перед глазами. Ай, у меня руки не полажены. А вот руки трясутся просто. А подвинь подальше. Приминайся. Получится. Ну уже хоть что-то, да. Уже почти видно, да. Вау. Как-то так. Соответственно, вот какой-то кулон, какой-то интерфейс. Сверху тут у них красивое выпадающее менюшка с различным типом сообщений. Если кто-то пошёт мне смс-ку, по идее тут что-то появится, можете побаловаться. На 9 будет лучше, чем со звонком. И мы будем защищены от DOS-атак. А какой? Лучше это в смысле segmentation fault. Кто знает, тот пускай пишет, а остальным не положено. Вот. Какие-то настройки батареи, звука, базовые вещи. На самом деле, базовый такой функционал. И из того, что меня вчера удивило, к Wi-Fi настроить подключиться не смог. Действительно, написано из разряда... Вы знаете, на самом деле, что товарищи из Canonical, они в плане телефона оттолкнулись от дизайна. И первой версии прошивок, они вообще были целиком из картинок. То есть, вместо любого application, вы просто PNG-шки. И вы действительно могли запустить app, но просто показывалась картинка и всё. Вот. Ну, на самом деле, все эти видео, которые мы видим красивые там в роликах и так далее, это набор картинок, весь софт в околозачаточном состоянии, его практически нет. Так, бог с этим меню смерть. Есть меню слева. Вот, вот эти вот большие там иконки, которые бывают. Меню аппликейшенов. На самом деле, то, о чём говорили большевики, кроме их основных аппликейшенов, есть всегда всякие такие вот ещё аппликейшены. XDA developers, видите здесь, Dash plugins и прочее. Все это скорее... Ну, часть из этих аппликейшенов это просто выход в интернет. Ну, в смысле, не скачиваются из интернета, например. Какой-то аппликейшен дебай и прочее. LibreOffice есть? Нету, нету, нету. Вот есть какой-то браузер. Я пока не знаю. Вчера у меня, в принципе, получалось. Так, аппликейшен камера. Может быть, я сейчас вас сфотографирую. Может. Не-не-не, это не фотография. Фотография вот. О, видите, да? То есть, как минимум, фотоаппарат работает. Вообще, визуально, вам, возможно, кажется, что это за счёт веб-камеры, но он реально по интерфейсам достаточно сильно тормозит. Делать очень неприятно. И вся эта концепция, сдавайте по-быстрому на вебовских аппликейшенах или что-нибудь зафигачим для телефонов, она вот доказывает, что всякие оконсорсные разработчики не очень получаются. Да. Ну, на самом деле, тема такая проблемная. Вот. Сейчас мы наберемся ещё раз до аппликейшенов, настройки. Я не знаю, на самом деле, что ещё показывать. Как-то так переключается слева направо движением. Терминал есть. Наверное, есть. Вот есть раздел аппликейшенов. Сейчас разверну. Есть терминал. Терминал, да. А может и нет. Нет, есть, есть, есть. Ой, какой терминал. Картинка? По крайней мере, он здесь. Нет, живой. СССР Пентагон. Ну, вы точно, может, не разберёте сейчас на экране, что он видос. Но я зачитаю. Как впечатление в клавиатуру по... Она типично андроидовская. То есть не очень. Убунтуфаблик 340, МОКО, ля-ля-ля, ля-ля-ля. Вот, ничего такого особенного. Ну, я не знаю. Надо ещё что-нибудь показывать? СМС какой-то подошёл? Нет. А посылали? Вчера посылали. Вчера находили СМС. Единственное, что они переходили с пометкой 1 января 1970-го. Несколько типичный баф. Те, кто программисты с ним, может быть, дела. Ну, знакомы вообще. Вот, вот это был тот самый звонок. Я увезла, я сейчас дозвонился. Плохо. Да. Что тут ещё было? Я верю СМС. Нету СМС. Пока СМС не работают. А лоб можно посмотреть какой-то там? Типа пришли, там вообще были какие-то попытки СМС получили? Не знаю. Я не знаю. А что говорит официальная лица на предмет, что сделано и что ещё нужно сделать? Какой статус у него официальная? Официальные лица, вообще говоря, говорят о том, что на самом деле у них есть... Вся концепция разработки прошла несколько, так несколько, ну даже сторонновато, даже по open-source кругам. Товарищи начали находить фанатов, которые хотят писать софт бесплатно для open-to-source, хотят прославиться именно тем, что они там напишут свои applications. Несколько статей было на тему того, как они сейчас работают. Ну, вы же понимаете, да? Человек, который вдруг высловался что-то написать или ещё чего-то несуществующего, оказался где-то на уровне, ну скажем так, не очень сверх квалифицированном. Вообще, основной софт они утверждают, что они пишут на QtHML. Соответственно, это ещё один телефон. По факту оказался, ну, первая ОС, но телефона пока нет, которые там активно используют Qt, после Nokia, в смысле сейчас на самом деле никто не в курсе. Селфиш и жола начали продажу телефонов, тоже сделаны на Qt, то есть это Qt смотрится каким-то трендом в этом мобильном области. Вообще, как бы официальные лица заявляют, что вот присылайте нам заказы на телефоны, типа вот именно на те телефоны. Была компания, которая не далась вам выбору средств, они продолжают искать вендоров, которые с ними будут сотрудничать, продолжают считать, что у них всё хорошо, но в релиз, в релиз так, чтобы это можно было поддержать, пока ничего хорошего не было. Это, наверное, у нас с Вейландом и есть. Нет, это с миром. Я утверждаю, что не с миром? А, с миром. А вот елка, которая вышла, да, с Вейландом? Да. А, да. 450 селфичек. А, да. Единственное, что меня беспокоит... Почему мы сейчас начинаем сети и смысл? Перегрузи, перегрузи. Да, перегрузи. Ну, давайте попробуем. Вместо Android. Он моделяет Android и записывает свой совку туда-то. Да. Но в поставке имиджа от... Системный раздел получается. В поставке имиджа от, как бы, economical идёт, некоторые андроидовские компоненты, которые сами заливают, те, которые их интересуют. Нам круг ядра и прочее. Хм-хх-хх. Четыре сайта... Хм-хх. Пойду к грампу. Один addition. Да. Для Android, но... Я делаю… ...счетника от обменения. Вот кроме Cast? Нет. Их, не знаю, как ли, это только компоненты называют… Они делают по-другому. Они оставляют Android системы разделs. И по разделу Recovery в режиме это заливает что-то, что запускает систему, которая находится уже на флешке на этой карте. То есть включается с D-карта к телефону, и он может работать в двух режимах. Либо запускается Android штатным образом, либо если вы нажаете на кнопочки, либо NIS, ADP, либо из терминала, или вы нажаете на ману, прибуд, и тогда запускает систему уже непосредственно. Ну, звучит разумно. Единственный комментарий, что всякие популярные андроидовские телефоны типа Android штатных и прочих без SD-карты. И поэтому это не является основным методом. По степени открытости и безгеморройности подключения, как бы очевидно, почему поддерживаются только те четыре устройства, потому что они достаточно открыты, хотя бы с точки зрения изменения прошивки. И, скажем так, вендор не обижается, что на популярном сайте написано, как лишить людей гарантии. Ну, сам подход был достаточно открыт. Остальные вендоры не очень радуют, возможно, таким извращением, поэтому они больше информации закрывают, и даже такой простой хак, ну как, не то что простой, а более простой путь, как залитие, собственно, обороны поверх андроидовского, еще с использованием многих андроидовских компонентов, но не очень приветствуются. А зачем он пишет только фоточки сделал? Что? Зачем он пишет только фоточки сегодня сделал? А, вот это вот меню кругленькое, да, это такой, ну вот, у них по умолчанию отчет за день, что я сегодня сделал? Приходим ты домой? Это вот эта круглая штучка? Да, и вот внутри сейчас написано одно фонус, на самом деле там происходит анимация, если больше действий сделано, оно постоянно показывается. Позвони, ты с него можешь сам позвонить. Набери номер 8 0 29, 4 шестерки 0 64. Сейчас, секундочку. Во-первых, я вижу, что он к 3G подключился, я, возможно, правду покажу. А он сам подключает? Да. Безжалости. Я сам звонил, я его выглядел. О, тут бай открылся. Даже вот так вот, вот. Нет, нет, тут бай это не входит в стандартную картинку. Под логотип тут бай, все хорошо. Так, Макс, слушай, ну, можно параллельно с андроидом поставить? Ну, в каком-то виде. В каком-то виде, скорее, нет. На разных устройствах, да. Какой номер? 8 0 29. 6 6 6 6. 3 6 4. 4. 0 6 4. И фанат по шестеркам. Подарили. Отсиновые. Может, он за тобой шпионит? Можешь сдуть? Давайте вот так. А, говорите мне. Алло. Раз, два, три. Я тебя не слышу. Ну, там нигде Миксера нет. Не знаю. Может, какой-нибудь Альза Миксер. В общем, это. Я думаю, я закончил такое развлечение, как, в общем, показывали. Потому что вы хотите, он сейчас у меня в руках. Кто может подойти, потротать, посмотреть. Максим, у меня еще вопрос. Да. На Nexus 10 в каком-то виде, если я не ошибаюсь, можно проинсталить Alt-Linux. Да. Ну, после истории про андроида, хочется рассказать, какие есть альтернативные движения. Вот. На самом деле, вот этот вот подход Canonical за установку поверх андроида, сохранение андроидовской части, религиозные фанатики из мира open source 0 не все поприветствовали, или, по крайней мере, решили обсудить, какие есть альтернативные варианты. Альтернативные варианты – это самая полноценная установка Винуксов, которая в том числе с заменой ядра или просто с сохранением только ядра, без каких-то производится компонент, Bionic и так далее. Вот. Что касается вот установки Alt-Linux на Nexus 10 – это как бы один вариант. На самом деле, в некоторых дистрибутивах действительно появились инструкции, как ставить на Nexus 4, 7, 10. Их не дистрибутивы. Основная проблема там двигается вокруг драйвера видеокарты, как всегда. Ну и телефонного функционала. На планшетах, если телефона нет, чуть проще. Потому что от телефона нет. И там основной вопрос – это графическая подсистема. А скайп туда можно поставить? Сюда? Да. Ну, мне кажется, что нет. По крайней мере, не сейчас. В ближайшее время Microsoft выпустит веб-версию скайпа, она, наверное, будет работать лучше. В смысле, можно будет поставить. Вот. Там огромный вопрос, по крайней мере, к тому, что я сижу действительно на дистрибутивах, переходя на ARM, начали об этом задуматься. В компании LeFat несколько разработчиков действительно разрабатывают графические драйвера для того графического чипа, который находится в 4, 7, 10. Он, в принципе, рабочий. Недавно была выпущена версия 1.0. После этого стало достаточно, ну, возможно, что-то другое ставить и экспериментировать. Я пока не пробовал. То есть, как полноценным компом, планшетом, лет через 10-15 можно будет расположить? 20-40. Зависит от, да. Вот. Все-таки, как бы, то, понимаете, The Work общественное состояние находится в области, там, не знаю, Full HD разрешения, поддержки встроенных 3G модемов и прочего. Но это скорее плачевное, чем действительно работающее. Вопрос, что тебе надо заполниться на конкурсах? Через root я ставил Linux, там, поднимался по игре, там, ставил Linux, Emax, Dink. Чер root намного более рабочий подход с сохранением всей самой функциональности. То есть, грубо говоря, в современных дистрибутивах вы не встретите ни нормальной экранной клавиатуры. Ну, вот. Хотите увидеть там, экранную клавиатуру в KDE типичную, в Gnome она аналогична. Но имеет плейку, она неплохая. Движная, да. Достановатая. Поэтому, вручаем. Увелично, что она даже, ну, эти раскладки не умеет. Она много чего умеет, но вот не врезает. Как мило. А тут до экрана. Для 1024-968 она действительно верховато. А у тебя на экране тоже не влезает? Да не только здесь, а не только здесь. Нет, у меня она влезает, у меня в положение. Вот, там она наоборот. Но тот факт, что она прямоугольная, она абсолютно неудобная, да, для использования. Это несколько привычное, но чувствуется, что сделано в лоб. То есть, проблема как бы все любые разрешения, кроме там стандартных 120, проблема экранной клавиатуры, проблема 3D модемов, проблема отсутствия самого софта, который является диалером и так далее, который сейчас вот только точечно-точечно развивается. Причем, те компании, которые периодически выходят на этот рынок и начинают что-то делать, ну, как Nokia, Canonical когда-то, OpenWalk и так далее, то, что они делают, оно, как правило, умирает именно в этой области. То есть, диалеры потом не становятся open-source-ными или становятся непригодными для всего странного мира. Вот такая вот боль, и, в принципе, в этой области только-только какое-то сейчас зачаточное состояние происходит. Ну, кстати, может в порядке дополнения, с третьим гномом и его клавиатурой сенсорной я немножко игрался. Вот. Игрался с интервалом полтора года. Она все-таки, наверное, чуть получше. Она получше, но все еще очень удобно. Вот. Да нет, за полтора года ее научили не убивать систему при нажатии некоторых клавиш, типа латинской буквы П. Вернее, как, научили, полтора года пытались протолкнуть в третьих гном эти патчи. Не смогли? Нет, это просто зло. Но она, по крайней мере, производит впечатление чего-то интегрированного в гном-шелс. То есть, там, выползает снизу. Выползает снизу, но продолжают не работать некоторые вещи, конечно, которые характерны для современных областей фланшетов из разряда при подключении клавиатуры она не исчезает. И вот всевозможных вот этих типичных юзкейсов, которые, простите, в мире Windows теперь вырезаны. Или, там, ну, вырезаны в том плане, что хорошо работает, функционально, функционирует, и не вызывают у тебя отторжения, да, у тебя есть экранная клавиатура, ты начинаешь сайдать с клавиатуры, и экранная клавиатура пропадает. Этого нет, ну, вот примерно. Таких вот вещей, у них очень много, и когда ты окажешься с планшетом один на один, а ну и гляньте... Не хочется сделать за ВДВ, хорошо. Вот, у меня, кто не знает, нескольким людям показывал, как бы, ноутбук планшет, и вот типичная проблема, с которой я столкнулся однажды, это при загрузке вирусов я увидел прессов 1 to continue. Вот здесь вот. К слову сказать, Сентпаб через 3 недели после того, как я это увидел, выкатил обновление вируса, и теперь в биосе есть экранная клавиатура. На самом деле вся эта область, ну, здесь со мной есть экрана андроид, который вот пошел путем кастера информари, там, когда вируса нет, все как бы адекватно, хорошо и прекрасно, а с другой стороны, это вот превращение движения в планшетах того линукса, к которому мы привыкли, с теми проблемами типичными, которые есть, да, там, биосы, загрузчик, получение там, логин скрин, у вас их все не запустились, как вы будете логин и пароль вводить там на вашем линуксе, запущенном на nexus 10. ой, вот этих проблем еще много, и людей только в процессе их решения, ну, вопросов слишком много открытых. Макс, возник такой вопрос, я просто зашел, услышал, что ты там, взял и перепрошил, и линукс поставил там на это железо, короче, андроидовское. Есть какие-то решения, которые позволяют из какого-нибудь андроидовского железа, грубо говоря, старый телефон, сделать железо для линукса. То есть, ты ставишь на него какой-то там линукс, который, грубо говоря, является фарвардом для сигналов, ядро линукс, наложенное на стопе. И если у тебя там, допустим, если ты подрубаешь на телефон, появляется там Wi-Fi какой-нибудь адаптер, там, какая-нибудь там, GSM какая-нибудь фигня, которая линукс видит, как будто это устройство прямо на стопе. Камера-микрофон? Нет. Камера-микрофон, да, в том числе. Нет, такого нет. Главная проблема, которая есть несколько уже из другой области, это пробросы USB и других устройств как бы в железо. Ну, нет, какая-то ремашка в сторону, определенные люди в Kernel Team сказали, что у нас в ядре в ближайшее время никаких виртуальных устройств не будет. Ну, мы не хотим их поддерживать с ними позиции и так далее. Вот. И вот то, о чем ты рассказываешь, что на самом деле появление в ядре виртуальных устройств и, в общем, как-то Kernel Team очень не хочет. Всего этого, и многие такие идеи пропадают. Но по факту это, ну, то есть, пробросы это устройство. что ты понимаешь под виртуальным устройством? Под виртуальным устройством мы понимаем то, что у нас есть определенные устройства, которые очень характерны для QEM, QEM, эмулируют для той платформы, которая запускается, там, блочное устройство, видеокарту, несколько видеокарт, звуковую карту, сетевую по системе и так далее. Возникали идеи о том, что, грубо говоря, вот здесь спайс-протокол по удаленному доступу, впрочем, что нам хорошо бы эти функционалы иметь в ядре. Вот там, не знаю, из контейнера запускать иксы, характерные только там, принадлежащие контейнеру. Вот. Для этого надо сделать какую-то виртуальную видеокарту DevDRM 16, DevDRM virtual 4 и так далее. Вот. Чтобы оно начало работать. Таких вот, таких устройств, которые вот именно настоящее ядро, которые являются фактически виртуальными, которые должны быть поддерживать или полуподдерживать в системе, Kerinal Team не хочет. И поэтому вот эта тема с пробросом устройств несколько сложная. Вот. Есть, конечно, стандартные подходы. Мы все понимаем, что есть пробросы 3G модемов. Таким, ну, достаточно типичные для старых протоколов, как бы, но все еще с кем-то поддерживается где-то. Когда сам телефон представляется просто от режима демо. Как будто бы воткнутым. Есть же там, проброс GSM, проброс GPS, который видно всем. Опять же, когда устройство представляется GPS целиком или начинает по HTTPS давать или по Bluetooth. Вот. Ну вот так, чтобы вот система начинала видеть как то устройство как свое родное и чтобы оно работает. Фактически то, что ты сформулировал телефон как хаб. Подкнули в USB и вот в этом хабе у меня подключено кучу устройств. Такое не встречалось. Но с другой стороны, еще когда-то давно, во времена OpenMoki, появился такой модуль, который называется для тех, те устройства, которые подключаются к ноутбуку, являются USB-девайсом, ну как телефоны, не хостом, а девайсом с другой стороны. И если они являются программируемыми, в Linux ядре уже есть модули, потому что вот твое устройство может тому удаленному устройству представляться как CD-ROM, принтер, модем, сетевая карточка. Эта часть есть. Обожди, а что касается USB over IP? Он очень медленный, работает только на коротких расстояниях, у него очень много ограничений типа только USB и ZIM 2, и даже там очень много ограничений. Он не работает. Глупый вопрос, если можно. Если хост, Linux-овое хост-устройство может представляться? Linux-овое девайс. Хост это ноутбук. Да, да. То есть все-таки может представляться CD-ROM, ноутбук или телефон? Телефон. А, так получается, что все-таки есть. Ну, это просто сделано несколько, ну, другим подходом, в принципе да, какие-то вещи делаются, точечными такими вкраплениями. То есть, грубо говоря, представляется, ну, CD-ROM там или же флешкой, как бы у меня мог еще OpenMontor, вы помните, когда он у меня был. Так, не, ну, это просто, там, девайс, драйвер, как надо это включить? Нет. Мы совсем понимаем. То есть... Нет, смотри, девайс для ноутбука, когда устройство подключается, это включить вот на этом ноутбуке типичную USB флешку, типичную USB CD-ROM, какой-то драйвер, который... Уже давно вроде бы есть поддержка USB девайс, ну, то есть, не хостер, в смысле, а... Достаточно давно, да. Определенных девайсов достаточно давно. Но в мир это, ну, консюмерские устройства практически не идут, есть ключи метричных, и ограничений. То есть, вот телефон, как хаб, ты подключил телефон, и вот увидел на своем ноутбуке, вот как предложены, там, GSM, GPS, там, Wi-Fi, и еще модули, нет, такого и близко я не видел. Ну, то есть, только для очень отдельных устройств, то есть, например... Я вообще не видел. Лешим он может, но... Да. По-моему, может представить. Ну, конечным устройством представляется, не хабом. Есть разница. Да. Уже возникают проблемы. Мне кажется, допустим, одно конечное устройство так далее? Ну, скажем так, модуля того, что устройство представляется USB хабом, у которого несколько USB-девайсов, вот этого нет. Ага. Такого нет. И даже, типа, отдельные модули, типа, там, какой-то генерик планшет, такого тоже нет. Ну, потому что, планшеты, допустим, которые могут работать в качестве рисовалых, да, вот там, любой, они вставят там, серелагон на андроидовский, который просто TCP-протоколу херачит все по IP-шнику на компе. ES.com, ну, там, Linux, да, то есть, Linux точно есть. Он, этот IP-протокол транслирует в вот эти вот команды, там, ножа, осет, там, все... Да, да, да. Но, блин, то есть, он же, он же на уровне играть, должен на kernel работать? Нет, это просто программы на хостей, на девайсе, которые это эмулируют. А, то есть, это эмуляция. По ссылке сигналов, да, это будет эмуляция. На kernel, тут прекрасно, Linux.org выклали цедовные инструкции для начинающих разработчиков ядра. Ну, все, я, наверное, закончу. Можно еще вопрос по поводу а вот GPS есть вообще? В телефоне, знаете, здесь это... А вот науру сетавыч... Спасибо, Максим.